А ведь на самом деле, я не понимаю, нахуя они пытаются вообще высрать из себя какие-то научные доказательства Бога, что христиане, что вот этот Кришнаит тоже. Забейте, у христиан, например, вера. Вера, вообще, этого слова, она сразу снимает с вас обязательства что-либо доказывать. Единственное, что вас интересует, чтобы люди не доказали, что Бога нет. То есть, пока вы имеете право быть агностиком в области христианства, будучи христианином, все хорошо, все отлично, вообще ничто не трогает вашу веру. Ваша вера остается неуязвимой в данном случае. Просто забейте, зачем позориться, зачем вся эта научная хуета. Ну, не к месту же. Можно здесь возразить. А вот самоубийцы, вот присутствуют они, вот себя убивают, все такое, они не хотят жить. На самом деле, если мы даже обратимся к кармическим психологам, то это всего... Ээээ, что? Болишь напросто, эти люди, они не хотят страдать. У них жизнь настолько передоводит, что они думают, что это решение проблемы. Но, как мы видим, решение проблемы это не является. Поэтому аргументом в данном случае это также являться не может. Решение проблем это не является, если ты в реинкармацию веришь, но опять-таки, ты как бы не доказал, что это существует. Следующий момент. У нас есть три основные проблемы. Ну, наука, по большей части, тоже не доказывает, что что-то из того, что она, в общем-то, в своих теориях постулирует, реально существует. Я даже более того скажу, какие-то доказательства, например, теории эволюции в полной мере, наверное, провести невозможно. Ну, чтобы это было, знаете, доказано, как математическая теорема, например. Просто impossible. Вот вообще нельзя. Никак не получится. Слишком много индуктивных данных надо привлечь, а их все не привлечь. Невозможно просто. Ну, и поэтому все доказательства, они обычно, ну, в кавычках, доказательства. Если вы откроете там книгу Маркова, Марков вам перечислят в кавычках доказательства. Вот вам там черепки, вот вам там геологические слои, вот вам там еще что-то, вот вам там вот это, вот там десятая, пятая. Но это очень неполная индукция. То, чем, в общем-то, форсят биологи со своей теорией эволюции, например. А теория эволюции одна из самых охуенных теорий, одна из самых доказанных, одна из самых аргументированных, имеется в виду. Одна из самых полноценных и фальсифицируемых еще при этом. Так вот, даже ее доказать, как бы, в полной мере, по-настоящему, серьезно, чтобы не было никаких сомнений, ну, просто невозможно. Вот вообще невозможно. Вот вообще не получится. Никак узнать, что вот так вот на самом деле в мире все и происходило, как это описывает теория эволюции. Вот у нас такое филогенетическое древо, все оно у нас вот так вот было, как там описано. Просто никак, никак вы об этом не узнаете. Ну вот. Это, наверное, самая странная система аргументации, которую я слушаю. Ну и наука, она вообще не базируется на том, чтобы что-то неожиданно доказывать. Люди, которые думают, что наука, она доказывает, вот реально доказывает, плохо разбираются в методологии науки. Следует сделать такое небольшое отступление лирическое, такую заметку на полях, сделать, что существует вообще две философии в жизни. Да, только два подхода к тому, как вообще все появилось. Ну, они являются центральными философией. Либо... Да, ну. Два подхода к тому, как все появилось. Первый вариант. Все появилось таким естественным образом, которое нам чушь. И на самом деле... На самом деле способов того, как все появилось, слишком дохуя. Уже даже представления Платона о том, как все появилось, довольно отличаются, например, от христианских. Да, Демиург у Платона есть. У Платона есть мир идей. И материя отдельно. Они уже существуют. То есть, Бог у Платона не создает материю. Материя, она как бы такая бесформенная масса, которая, ну, в общем-то, присутствует в мире. Она есть. И не только у Платона, у неоплатоников тоже. Вот. Так что... Тут, не знаю. А у христиан, наоборот. Бог взял и экс-нихил охуинул мир. А у каких-нибудь индуистов просто бесконечные повторения этого мира. Мир вечно существует. У Аристотеля, кстати, вроде бы тоже мир вечно существует. Неожиданно. Несмотря на то, что есть перводвигатель. То есть, да, есть некий тоже Демиург перводвигатель, который все в мире заставлю, приводит в движение. Но работает-то все вечно. Как бы вечный механизм. Неожиданно. На деле, подходов больше, чем два. Ну, видимо... Опять же, как делить, конечно, как делить? Ну, можно сказать, что подходов всего два. Там, где есть Бог, и там, где нет Бога, например. Ну, формально-логически, такое деление допустимо. Особенно, если мы не проясняем, а что за Бог, и как он создал мир, и вообще так. Там, не знаю, мир... Или вот можно разделить так. Мир возникает либо естественно, либо сверхъестественно. Третьего не дано. Все, что неестественно, все сверхъестественно. Все, что сверхъестественно, все, соответственно, неестественно. Вот. Такая вот логика здесь будет как-то. Мы можем попробовать описать все это двумя путями, но для этого нужно взобраться по лестнице абстракции очень-очень высоко и очень сильно абстрагироваться от огромного количества свойств тех же даже теологических способов произведения мира, полиэтеистических, монотеистических. Они разные, да, уже монотеизмы даже разные, категорически разные по происхождению мира, полиэтеизмы тоже разные. Тут еще и, соответственно, не теистические концепции, которые все еще неестественные могут быть, ну, например, какие-то духи мир создали, вполне можно себе такое представить, вот. То есть они не боги, а не духи, но они создали мир, какие-то маленькие, не очень могущественные, но духовные создания сотворили мир, допустим, что бы и нет. Знает только два. В таком понимании, да, все как-то появилось, вот, например, вот, и там на самом деле все сложнее, намного. Пустоты, ну, то есть, каким-то, вот, ничего не было. Ну, вообще нет. Даже если мы чистый натурализм возьмем, там не то, чтобы ничего не было. Относительно большого взрыва, как я понимаю, ну, как минимум, изначально была сингулярность. Откуда она появилась, ученые не отвечают. Да, как бы. Но, но просто сингулярность это не ничего, как минимум. То есть мы видим, что личности создают, допустим, животными. Так, все кто-то создал. Кто создал бога? Есть механизмы, которые они создают. Ну, ежихуйню несет, потому что понятно, что он говорит, все кто-то создал, кроме самого создателя, видимо. Тут утверждение, скорее всего, делается такое. Ну, оно скрытое, да, то есть человек неправильно формулирует тезис, и поэтому мы сами должны додуматься, что в содержании тезиса находится, собственно, положение. Все, создал кто-то, кроме самого этого создателя, да, то есть создатель не входит во множество создаваемого. Вот. И таким образом критику Ежи Сармата можно легко избежать. Конец. Просто надо немножко более правильно составить тезис. А именно конкретно этот тезис, он и присутствует в христианстве, он и присутствует в исламе. Это вот этот тезис, да, когда люди говорят, все кто-то создал, они имеют в виду, что, ну, вот, то, что я сейчас объяснил. Если Бога никто не создал, значит, ну, все-таки не все создано кем-то. Только это не является опровержением ни христианства, ни ислама, ни нейрокришнаизма, хрен его знает, да. Просто потому, что любой чуть-чуть более адекватный персонаж, чуть-чуть более адекватный человек, чем вот этот, который сейчас вот ведет, вот это вот, под пальмами сидит сейчас, да. Он бы довольно быстро догадался, в чем подвох и исправил бы свой тезис. Или вообще бы не использовал его. Кто камни создает, кто реки создает, кто горы создает, кто растения создает, в конце концов. Хуй его знает, короче. Человеческом социуме, да. Кто песок создает, кто звезды создает. Я просто не видел, кто их создает. С чего это я, я увидев, что там пчелы и мед создают, там, и улья должен сделать вывод, что все создает мир, мир где-то создают. С тем же самым основанием я могу сказать, я вижу, как пчелы создают улья, следовательно, пчелы создают мир, блядь. Ну, абсолютно такое же высказывание по уровню кринжа, ну, только в одном случае почему-то некоторые верующие на него покупаются, а вот в случае того, что пчелы создали мир, ну, людям почему-то не нравится. По-моему, охуенная антология. Есть, знаете, истеология, есть пчелология, пчелология, пчелология. Охуенная концепция. Весь мир создали пчелы. Ага, собрали все из атомов, там, и вот у вас пчелиный гигантский мир. На самом деле ученые, они наблюдают, когда вот в микроскопы смотрят не атомы там, не молекулы, они не наблюдают атомы на самом деле. Это микросоты. Микросоты, соответственно. А вот эти вот так называемые электроны, которые они фиксируют, это мед, который по этим сотам стекает, чтобы вы понимали. Ага, просто ученые не могут с помощью своей несовершенной техники это все опознать. Вот так вот. Вот такие вот антологические пчелы собрали мир явно. На генной сфере мы видим, что создается тоже, как я уже говорил, там, телефоны, велосипеды, машины, корабли и все такое. Охуенно. И логичным предположить, самый такой простой логичный способ, что... А в чем логика? И раз вся вселенная... Нет, это плохая аналогия в данном случае. Это не аналогия, исходящая, ну, просто не рабочая аналогия. Я не знаю. Я увидел одного человека, у этого человека на носу желтая точка, следовательно, у всех людей на носу желтая точка. Я выхожу на улицу и вижу, что это не так. Не у всех людей на носу желтая точка. Упс, упс, блядь, я ошибся. Я плохую аналогию провел. Это видео заказано чатом. Это просто логика элементарная. Раз вся вселенная механизм... Да, конечно, фроки. Ну, охуенно, что ты определение логики дал. А ты можешь ее использовать? Например. Потому что если лучше делать какие-то высказывания и говорить, что мы используем логику в данный момент, неплохо было бы, если бы выводы были организованы в правильном порядке, не выводы, посылки были организованы в правильном порядке, из этих посылок с неизменной точностью следовал бы вывод хотя бы. Не знаю, ну, например, все лысые люди долбоебы. Автор данного видео... Лысый. Следовательно, он долбоеб. Ну, например, да, вот логическое высказывание. Чистая логика никакого отношения к истине, к реальности не имеет. Посылки абсолютно сомнительны, безусловно, да. Но логика соблюдена. Логика соблюдена здесь. Как ни крути. Ничего, кстати, это не значит, что логика соблюдена. Я не знаю, все черепашки нигеры. Ты черепашка, ты нигер, соответственно. Вот тоже форма соблюдена. Прекрасно, замечательно, да. Только мы можем абсолютно любые бессмысленные слова в эту логику помещать. И все равно она будет выдавать, ну, в общем-то, из определенной формы выводы, которые не будут соответствовать истинно из-за ложных посылок, безусловно. Но при этом они хотя бы, да, хотя бы там соблюдаются правила вывода. Если вы претендуете на логику, да, давайте соблюдать правила вывода какие-нибудь. Хотя бы, ну, то есть, если, то, да, там, я не знаю, у нас первая посылка, вторая посылка, там, третий посылок, четвертый посылок, там, и вывод какой-то, который из этих посылок следует. Или там группировки посылок, выводов, из этих выводов делаются следующие посылки, и там, так далее, так далее, так далее. И у нас получается полноценная такая вот группа, цепочка высказываний, связанных между собой. Да и то это ничего особого не доказывает. Только из жизни мы не видим, чтобы из, там, камня, из пустой материи, при том, что... К сожалению, вот этот челик, да, он компрометирует свое утечение, потому что, в целом, может быть, более грамотный человечек смог бы, ну, лучше выступить, по крайней мере. Почему-то многие вот эти шизоиды, они неожиданно начинают думать, что они специалисты во многих областях неожиданно, и они готовы всех вокруг вот так вот убеждать, что вот это наука, это там не наука, сейчас я вам все расскажу, вот она логика, там не логика. Ну, и так далее. Но, ну, хуя он это делает? Непонятно. И в итоге получается, что он компрометирует свое течение. Бедные люди, да, которые будут повторять его тейки, они будут жестоко в любых дискуссиях и спорах обоссаны, унижены и растоптаны. Просто им не будет, у них не будет никакого шанса победить, к сожалению, да. Они будут максимально неубедительны. При том, что даже у тех же христиан есть неплохая аргументация, которая позволяет защищать свои позиции. Ну, плюс-минус неплохая аргументация, которая хорошо работает против всяких докинзов, хуёкинзов, современных атеистов и прочих шизов. То есть у них есть, то есть у современной теологии есть хорошая методология защиты, по крайней мере. Которая, по крайней мере, позволяет создать такую некую патовую ситуацию, агностическую, в которой мы говорим, так нельзя доказать, что Бог есть или его нет. И нас, христиан, это устраивает. И как, ну вот, и всё. И от этого достаточно, даже непатовая ситуация. В этой патовой ситуации, к счастью, для христиан, христиане выигрывают. Вот. В Российской Академии Наук к этому даже могут вполне серьёзно отнестись. То есть, возможно, его даже не прогонят сразу. Как бы, учитывая какие-то блюда, с какими взглядами они там сидят, может быть, они скажут, что типа, ну как бы, да, действительно. Безобетона появилась собака, например. То есть мы не видим, чтобы из хаоса появился порядок. Это научный факт, который опровергнуть невозможно. Лол. Научный факт, опровергнуть невозможно. А почему он научный, собственно? Я всё на самом деле не очень люблю в словосочетании научный факт. Вот. Ну и непонятно, почему он конкретно научный. Вроде бы он добыт не в лаборатории, он просто... Мы просто видим, что оно так происходит. Это не научный факт, а просто наблюдение. Нет, простое и то, что тебе кажется логичным, это не значит научное. Это правда. То есть это так не работает. То есть если ты себя убедил в том, что какая-то глупость, которую сгенерировал либо твой мозг, либо в какой-то книжке там что-то написано, это значит научное доказательство, то от этого оно не становится научным доказательством. Солидарен. Человек тотально из-за этого. Вот чего мужик этот решил, что он имеет право вообще должен нам рассказать о научных доказательствах. И нам и учёным в том числе решил доказать каких-то научных доказательствах. Чё он в этом понимает вообще? То есть это так не работает. То есть я могу считать научно доказанным то, что вокруг нас скачут невидимые розовые единороги, но то, что я себя в этом убедил, или даже каких-то людей вокруг себя, от этого оно не станет научным доказательством. Вот в чём дело ты. То есть в этом как бы основная проблема. То есть то, что ты во что-то поверил, как бы, да, и считаешь, что это наука, не значит, что это наука. То есть надо просто иметь какую-то крупицу критического отношения к собственным взглядам. Как бы наука, она вот именно с этого и начинается. Не, наука с этого, конечно, не начинается. Это полный кринж, Ежа сказал, безусловно. Когда ты ставишь, значит, что-то, во что ты веришь очень сильно, под сомнение. Но в том... Не-не-не-не, наука так не работает. К сожалению. Наука не строится на сомнениях вообще, в принципе. Наука – это догматическая методология, которая, ну, уже много лет выстроена одним и тем же образом, как минимум, да, и ставить что-то под сомнение внутри науки, ну, принципиально не обязательно. У вас есть процедура, методология, которая и так всё решает, плюс-минус. Да. Это и дело, что вот как данный субъект, он, по всей видимости, на это не способен. То есть он считает, что если он... А, ну, а он, вот этот субъект, в принципе, непонятно, зачем ему вообще прибегать к какой-то научности. Вот почему он прибегает из своей религии и говорит, это наука. Так какая нахуй эта наука? Зачем говорить, что это наука? Ну, это излишне, это чрезмерно, и ты лишний раз подставляешься, и тебе приходится объяснять, что твоя религия как-то соответствует научным критериям, а она им не соответствует, потому что эта религия, блядь, ну, как бы... Нет, может быть, можно придумать себе религию, которая научным критериям соответствует, но вряд ли это кришнаизм. Ну, истина, не истина, Фроки, да, но все же есть определенные какие-то критерии, которые мы бы хотели от науки увидеть. Да, то, что люди почему-то хотят сказать, вот я считаю, что это истина, следователи, это наука, но это не так. В принципе, истинным может оказаться что-то антинаучное, вот вообще антимеганаучное. То есть, возможно, возможно, познание мира вот той методологии, которую продвигает наука, просто недопустимо. Может быть, ученые познают изначально неправильно, может, они изначально выбрали ложную методологию, которая не открывает толком ничего. Может быть, это реально тупик для познания. Вот. И в этом плане, может быть, действительно есть какой-нибудь небесный мальчик Кришна, который все там вокруг творит и помогает всем, например, и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть, может быть, они и правы, вот эти вот ребята с желтыми точками на носу. А кто это все вообще знает, правы они или не правы. Но просто то, как они подают свою позицию, конечно, значительно слабее, чем это делают ученые. Вот. Ну и, конечно, никакую науку они тем самым не трогают и не критикуют. И основная проблема заключается в том, что ему надо не говорить «мы наука», ему надо говорить «мы против науки», на самом деле. Мы критикуем науку. Наука не права. А не права она в этом, этом и этом положении. Научный натурализм ложен, потому что раз, потому что два, потому что три, потому что четыре. Научный натурализм там ложен, потому что, например, там теория валют. Ну давайте теория валюты ложная, считаю я, Кришнаид. Почему? А вот потому что на самом деле, фактически, мир развивался не по естественным законам, а развивался по законам Майи. А законы Майи, они сверхъестественные на самом деле. Вот вы пытаетесь абсолютно необоснованно, абсолютно необоснованно, вы никак этого не доказываете описать это все с точки зрения естественных законов. Ваш единственный аргумент это бритва окома. Это хуевый аргумент, это слабый аргумент. Но у нас в нашей традиции есть альтернативное описание всему этому майя. Майя, она противоречит вашей теории эволюции, потому что в вашей теории эволюции работают естественные законы, а у нас законы иллюзий. Майя это разные законы, определенно, следовательно, с нашей точки зрения, то, как вы это себе представляете, становление этого мира нашего, животного в том числе, ложно, например. Да, так и есть уроки. А люди, они просто узнали, что наука, она как бы в топе, и поэтому они решили тоже сказать, мы здесь наукой занимаемся. А хотя, по факту, по факту, они должны быть противниками науки, оппонентами научной методологии, оппонентами научных теорий. Они таковыми, по сути, это обычно и являются. То есть, большинство из них против теории эволюции, большинство из них против теории большого взрыва, большинство из них против почти всех представлений в рамках науки, потому что они противоречат базовые представления науки, натуралистические, противоречат представлениям антологическим и метафизическим в рамках большинства религий. Ну, например, Аллах, который постоянно творит мир, он просто вот этим творением мира разъебывает всю науку, потому что оказывается, что вот процессы в мире, они обусловлены не естественными какими-то причинами и законами, а постоянно творящим мир Аллахом. Одно допущение Аллаха разъебывает все научные теории. Вот так вот, блядь. Почему ученые не допускают Аллаха? Потому что бритва окома. Бритва окома, хуевый аргумент, она на самом деле не работает. Ну, как аргумент сильный. Мы просто выбираем наиболее простое объяснение. Ну и пошли нахуй. После этого можно им сказать. Ну, типа, ну, выбирайте, выбирайте. У нас есть Аллах, мы верим в Аллаха, Аллах объясняет все, что вы наблюдаете, как минимум 100%. Мы можем взять целые научные институты, организовать, ну, на научных кавычках. Можем организовать институты, которые будут объяснять все факты, которые вы открываете с точки зрения того, как Аллах их воспроизводит. Все, конец. Сосать ученые и лежать на коленях, ушли отсюда. Все факты объяснены, вы к нам не подходите. У нас своя теория, у вас свои теории. Идите нахуй отсюда. Все. Вот так вот могло бы быть абсолютно интеллектуально, абсолютно по-доброму. Все бы друг друга нахуй послали и разбирали бы факты. Почему Аллах более сложен, чем математические модели? Чаще всего тотаро-вульт математические модели не постулируются, как какие-то отдельные сущности. Есть отдельные математики, теоретики, шизы, которые действительно постулируют математические объекты, как отдельные онтологические структуры. Но их не большинство. И, ну, короче, их нахуй, этих шизов обычно. То есть большинство теоретиков, большинство специалистов по тем или иным темам, они не видят в математических моделях какой-то онтологически значимое. А Аллах онтологически значим. Более того, он сверхонтологически значим. Он выше любой онтологии, кроме самого себя, получается. Да, это высшая онтологическая ступень какая-то. Математика вполне плод нашей интеллектуальной деятельности. Вот мы так можем это описывать. И с помощью этого плода, так скажем, мы можем описывать те или иные вещи, явления, закономерности. Как язык, но сложнее и интереснее во многом даже. Эволюцию, да, на тему, как всё появилось, нету. А если мы берём, рассмотрим эту пресловутую эволюцию, да, я просто в этом вопросе специалисты. Да, действительно, гений, блядь. Да, специалист, профессиональный, как бы, всю жизнь изучаю эволюцию. Дискутировать, проводить дискуссии. Ему надо на Маркова выйти. Любым разрядом учёных, пожалуйста, я... Да, ну. Бросаю вам вызов, давайте. Я бросаю вам вызов, давайте, выходите. Вы чё, действительно думаете, что из инфузории появился слон, а из слона, блядь, крокодил? А из крокодила черепаха, а из черепахи человек? Вы тупые, блядь, учёные. Ну, ну, тупые, да? Любые вопросы, допустим, от эксперимента Миллера и Юри, да, с созданием этих, там, простейших аминокислот. Ему надо, короче, либо на Дробышевского, либо на Маркова выйти. Ну, вот конкретно в русскоязычном сегменте. До, там, какой-нибудь гомологии конечностей, там, эмбрионики всей этой. Любые вопросы я готов разобрать. Все вот эти столпы эволюции. Бля, он всё, видите, всё изучил, преисполнился. Лол. У него, наверное, научная степень в каждой из вот этих областей, которые он перечислил. То есть, это серьёзный человек. Ну, а с другой стороны, зачем ему научная степень, если он реально какими-то аргументами может взять и разъебать? Допустим. Допустим. Ну, если невозможно разъебать учёных, ну, тогда, ну, просто потому, что у них эти степени есть, ну, тогда это просто какое-то недосягаемое для критики сообщество оказывается, элитарное, с которым, ну, вообще не имеет смысла дискутировать. Ну, просто они тогда свысока на всех, видимо, смотреть могут. Ничтожество. А вдруг он реально сможет сформулировать... Да, товарищ Маркус. Может быть, он реально сможет сформулировать какие-нибудь крутые аргументы, кто знает. Все эти колосс на глиняных ногах готов разобрать. То есть, ни один из этих экспериментов... Ему надо писать статьи в научные журналы. Мы сейчас не будем углубляться в это, я бы, для тех, кто понимает, говорю, что я не просто голословно утверждаю. Я все ваши аргументы знаю, со всеми вашими аргументами знаком. Со всеми вообще? Я даже не со всеми знаком. И все ваши аргументы яйца выеденного не стоят. Не, ну, по факту, наверное, плюс-минус. Ну, основная проблема научных доказательств той же самой эволюции, допустим, в том, что все это индуктивные преимущества доказательства. И всегда это неполная индукция, к сожалению, да. Неполная индукция, выводы из неполной индукции, они всегда имеют, в общем-то, вероятностные характеристики. То есть, это может быть так, а может быть и не так на самом деле, да. То есть, сложно сказать, сложно сказать. Вот, ну, я видел 50 белых лебедей. Ну, блядь. Ну, я могу сказать, что все лебеди белые. Ну, я же не видел всех лебедей. Может, есть черные, розовые, красные. А черные реально есть, вообще-то. То же самое и с эволюцией. Вот у нас черепа вроде бы все складываются в порядок определенный. Ну, из этого ничего не следует логически, на самом деле. Мы делаем некоторый вывод, что они вот связаны морфологически, сходства имеются довольно подробные, нам они нравятся. Но никто не может уберечь нас от ошибки, например, да, того, что какой-нибудь дьявол вот так, такие вот черепа всем им создал, созданием, которое жили раньше. Вообще, жили они раньше или нет, мы тоже можем не знать, потому что, может, опять дьявол тут что-то напридумывал, наколдовал. Нюансов может быть слишком много, которые выходят за пределы бритвы окома, да. И, к сожалению, наука слишком опирается на натурализм и на бритву окома. А сама, ну, сами представители науки, доказать ни натурализм, ни бритву окома, в принципе, не способны. И ввиду этого получается, что, да, ученые дают такие объяснения, которые могут давать в рамках натуралистической картины мира. Если мы выйдем за пределы натуралистической картины мира, все, что в науке существует, можно послать нахуй. Без каких-либо проблем. Ну и как все. Какие-то наблюдения, факты послать нахуй нельзя. Ну, вот конкретные факты, которые напрямую следуют из феноменов. А вот такие вещи, как эволюция, там, большие взрывы, полюции, хуются, популяции, все эти описания, можно легко, в общем, от них отказаться будет. То есть это не аргументы, допустим, то, что лапа лягушки... Бля, ему надо эту самую Нобелевскую премию. Похоже на лапу человека, да, и поэтому человеку произошел от лягушки, ну, вот это ваши доказательства. А вы на полном серьезе, некоторые... Не, ну, это правда, это неполная индукция в данном случае. Из ваших представителей на полном серьезе утверждают, что это может являться доказательством эволюции. То есть создатель... То есть реально есть люди, которые похожим образом утверждают, но это не доказательство ни в коем случае. Но оно ничего не доказывает. Конкретно это положение. Ну и в пользу эволюции огромное количество вот таких вот вещей, вот таких вот утверждений, позиций, которые при всем своем многообразии, при всем своем колоссальном размере, их действительно очень много таких фактов, которые вроде бы складываются в одну картину, да, Они все равно индуктивные, они все равно следуют из неполной индукции. Сколько бы фактов ученые не собрали, соответственно, их индукция всегда будет неполной, а следовательно, их выводы всегда будут вероятностными. И, соответственно, доказательства не происходят. Да, не происходит такого, а, ну все, эволюция вообще 100% была, вообще никаких сомнений в этом нет. Мы не можем прийти к такому положению, если мы, конечно, умные люди. Вот если мы глупые люди, мы можем увериться в эволюцию. Если мы умные люди, исходя из тех фактов, которые нам преподносят, ну вот прям взять и сказать 100% да, так и есть, не можем. Мы можем сказать, что это очень вероятно, что эволюция была, да, очень вероятно. Прям крайне вероятно, что она была. Но сказать, прочитав все факты, которые ученые нам предоставляют в тех же книжках, книжках Маркова там или кого-нибудь еще, мы не можем уверенно из тех фактов, которые они предлагают в качестве аргументов, мы не можем на 100% заявить, да, 100% была, как описываете, так она и происходила. Вот вообще нет сомнений. Только глупый человек, который очень-очень глупый, у которого проблемы с анализом, может так заявить, к сожалению. Не мог создать все науки писать. Да, получается. Ну ладно. Да, он, видимо, не в курсе, что с точки зрения его религии и материальный мир он создан не богом, а этими самыми отпавшими от бога душами, которые богу завидовали. Если... Ну, по крайней мере, в соответствии с одним из заявлений и про прапхупады. Мы сейчас не будем углубляться в доказательную базу. Может быть, там есть какой-то another vision, как говорится, но это, в принципе, не важно. Креационизма против эволюционизма. То мы перейдем к следующему вопросу. Опять же, я обещал, это все будет так, пока не углубленно. Если какие-то будут вопросы, мы дальше будем разбираться. Опять же, я бросаю вам вызов. Я бросаю вам вызов. Все, ваше швали, дешевок, короче, я разъебу. Разъебу, уничтожу, блядь. Хорошо. А ваше, блядь, те, кто ебаных тупых пидоресов разъебу, блядь. Создание бога или возникновение бога или природы бога, он тоже креационист или все-таки эволюционист? То есть, бога кто-то создал или он как бы возник в процессе эволюции? Или там еще какие-то альтернативные варианты? Так называемую вот эту теорию происхождения видов, эволюцию, теорию большого взрыва, я знаю очень хорошо и углубленную. Да, мы видели уже. Ну, давайте будем. Ну, кстати, я не уверен, что я знаю теорию эволюции углубленно, но те факты, которые предоставляются и те факты, которые я могу осмыслить и понять, ну, например, аргументацию к ДНК я не особо понимаю, честно говоря. Ну, просто вообще здесь нужна специализация, чтобы ее понимать. А ту аргументацию, которую я понимаю, это обычная типичная неполная индукция, просто никаких чудес там нет. Из ДНК, скорее всего, тоже индукция, просто надо на более понятном мне языке это все понять, или мне надо получить более глубокую специализацию, чтобы опять же, скорее всего, разобраться в том, что там тоже самая, та же индукция неполная. Да, и опять люди слишком абстрактные выводы из неполной индукции делают, а потом говорят, мы все доказали, наука, а по факту нихуя не доказано в строгом смысле слова доказательства. Да, ничего строго не доказано, но вот как бы, наверное, оно вот вероятно, им кажется, да. В чем забавно, что в доказательство эволюции, вот абсолютного процесса эволюции, который происходит со всеми живыми организмами, ученые начинают говорить, так вот, мы уже видели, как происходит эволюция, горох там, муху мы, смотрите, изменился вид мухи, блять. То есть, чуваки, типа, вы утверждаете, что все виды на протяжении миллиардов лет, на протяжении миллиардов лет, на протяжении миллиардов лет, да, собственно, вот эволюционировали, и вы это, по сути, пытаетесь сейчас нам доказать, вот то, что вы видели эволюцию у ебаного гороха и мухи, блять. Я в ахуе просто с таких заходов, честно говоря. Ну, то есть, ну, то есть, ну, как бы, блять, типа, вот у вас огромные, бесконечные практически, ну, конечные, но очень большой объем живых организмов потенциальных, которые вот в данной теории постулируются. Миллиарды лет развития, но, блять, горох, ебать, муха, да хоть что, хоть десятки, хоть тысячи, хоть сотни тысяч, хоть миллионы примеров эволюции вот сейчас приведите, хоть миллионы примеров добудьте, вы никаким образом, ну, не докажете эволюцию таким образом, в общем-то, у вас не получится этого сделать, это логически неприемлемо в данном случае. Это просто очередная неполная индукция. И всё. Синтетическая теория эволюции о биогенезе. Разбираться. Есть. Я думаю, что в этом он тоже, значит, гулаб, как не хотел сказать, собаку съел, но нет, наверное, гулаб джамун съел. У вас есть какие-то вопросы? Давайте все аргументы в студию. А мы двигаемся, блять, а кому он обращается? У этого видео даже 200 просмотров нету. То есть он думает, что биологи какие-то, они будут это всё смотреть, то есть... Это очень странно, на самом деле. С кем он разговаривает? Дальше. Значит, суть такая. Раз уж мы доказали на основе фактов и логики, что ничего из хал... Биологи, биологи, блять, я вызываю вас на диспут. Я не знаю, пусть он напишет на электронную почту хотя бы Маркову или ещё кому-нибудь. ...не происходит. У всего есть порядок. А порядок создаётся личностями, и мы на основе научного эксперимента видим, что ничего из пустоты не появляется. Какого, блять, эксперимента, чел? Ты знаешь, что такое эксперимент вообще? Какой нахуй научный эксперимент? Ебланты, блять, конченые, сука, блять. Для того, чтобы у нас произошёл научный эксперимент, мы должны отделить изучаемые явления от всех прочих явлений, чтобы они им не мешали, да, например. И таким образом проверить некоторые свойства наблюдаемых явлений нами. То есть, отграничиваем, ставим в определённые обстоятельства какие-то, проверяем, что происходит. И, исходя из проверки, мы делаем вывод, опровернута наша теория или не опровернута. Вот что такое научный эксперимент. Более того, на мой взгляд, да, при грамотной формулировке научного эксперимента мы должны говорить именно об опровержении, а не о доказательстве. Потому что научные эксперименты нихуя не доказывают. Никогда, блять, ничего нигде не доказывают. Когда какой-то хуесос, долбоёб, умственно неполноценный кретин с отсутствием вообще толики интеллекта, какой-нибудь физик заявляет, что теория Эйнштейна доказана опытом с часами какими-нибудь или ещё чем-нибудь, перед вами умственно неполноценный дегенерат. Просто иди нахуй отсюда, дебил, блять. Просто потому что вы никакую теорию не можете доказать одним, блять, экспериментом. Опровергнуть можете, да? То есть, вдруг оказалось, вот Эйнштейн, по теории Эйнштейна, предполагалось, что часы, вот, которые движутся там в самолётах, там, допустим, там, да-да-да-да-да-да-да, будут показывать определённые значения. Совпали эти значения? Заебись. Не совпали? Ну, не заебись. Теория опровергнутая идёт нахуй, и нужна другая теория. Если совпали при этом, это заебись, но в том плане, что теория имеет статус неопровергнутой. Неопровергнутая теория пока что не является доказанной, понимаете? Потому что те же самые значения можно было бы получить с помощью бесконечного множества других потенциальных теорий. Вот не было бы Эйнштейна, был бы какой-нибудь Хуиштейн, ещё какой-нибудь еврейчик бы, пришёл бы в науку, придумал бы какую-нибудь другую теорию с другими какими-то представлениями, но цифры бы там у него совпали, допустим. Формулы были бы, допустим, похожи, в итоге угадал бы, не угадал, просчитал бы формулы, представления теоретические были бы при этом всё равно другими. И норм, блядь, и норм, уже другая теория бы, тоже подходила бы тогда. И третья, и десятая, и таких теорий можно бесконечно множество напридумывать, понимаете, в чём дело? И поэтому все научные теории имеют статус вот-вот в просе эксперимента, ну они либо опровергнуты, либо не опровергнуты. Всё. Причём опровергнутые теории можно переформулировать бесконечное число раз ещё. Я знал всю биологию, я знаю весь материал, все ваши аргументы, я всё преодолел. Это же, в принципе, результат двух компонентов. Первое, как бы, самомнение гигантское, второе, отсутствие каких-то элементарных даже представлений о предмете. То есть просто огромное самомнение и гордыня, плюс полнейшее тотальное невежество. Но сможете ли вы объяснить это субъекту на экране? Я думаю, что нет никогда, это невозможно. Вообще забавно, что вообще огромное количество людей, которые сомневаются так или иначе в науке, они почему-то обвиняются в самомнении и гордыне. Хотя, возможно, перед нами просто обычный адепт кришнаизма, который решил защитить свою религию, свои представления. Просто он недостаточно умный, чтобы это сделать. Почему же сразу гордыня-то какая-то? Сколько вот их немного. Но мы вот так сразу резко не можем сказать. Ну и всё такое. Зрение у нас мы только видим в одном диапазоне. То есть чувства, они у нас несовершенны. Мы не видим, допустим, как собака, вернее, как, допустим, какой-нибудь коршун. Не нюхаем, как собака. Также запахи не различаем очень глубоко. Следующий недостаток это... Ну это приблизительно, как если бы, знаете, попы в средневековье такие говорят, ты чё, блядь, такой высокомерный долбоёб? Ты чё, блядь, охуел, что ли, не верить в Бога нашего Иисуса Христа, блядь? Вот все вокруг верят, и только ты один долбоёб не веришь. Вот как-то так это звучит. С какой стороны меня? Ага, ну то есть он всё-таки признает, что клетки обновляют. И посмотри, на гормональном уровне, по объёму и всё такое. Подождите, а вот этот вот переход, трансформация, допустим, от эмбриона, да, вот буквально нескольких клеток, когда они делятся в процессе вот антогенеза до эмбриона, а потом вот до человека, это разве не такая эволюция? Значит, с минимальным каком-то виде, знаете. Но это может трактовать просто иначе, Ежа. Просто в контексте теории эволюции это трактуется приблизительно так. Значит, такой типа пробник эволюции, когда вот твой организм только формируется, это там буквально одна клетка, которая там начинает делиться, и потом в итоге, хоп, перед нами целая такая туша, короче, сидит и отрицает эволюцию. То есть это разве не... Не, можем это по-разному трактовать, я же в этом делаю. Доказательство эволюции не доказательство. Нет, не доказательство. Причем это, если это воспринимать как доказательство эволюции, это, наверное, даже худшее из всех, потому что само по себе отдельно оно ни о чем нам не говорит вообще. То, что люди развиваются и растут из чего-то маленького в более большое, люди знали на протяжении всего, блядь, наверное, существования человечества, ну, по крайней мере, в античности уже знали. Когда появилась теория эволюции? Ну, когда первые теории эволюции появились? Веки так, в девятнадцатом, наверное. Ну, полноценно имеется в виду теория эволюции, когда уже, в принципе, да, вот подогрело что-то. Ну, да, где-то в девятнадцатом, ну, вот. Все остальное время человечество, ну, как бы не пришло к идее теории эволюции. Если и приходило, то, ну, там, ну, не очень хорошо это было сформулировано. Похоже, то ли у Анаксимандра, то ли у Анаксимэ, ну, Анаксимандра вроде, да. Были сформулированы какие-то идеи, что люди изначально вышли из воды там, и что-то вот такое. Ну, это мех, короче, это еще не то. Это еще далековато, да. То есть, как бы, вот этот факт был, вот этот факт был известен, ну, не то, что из клетки люди появляются, но, по крайней мере, эмбрион, в принципе, вскрыть человека и посмотреть, что там внутри эмбрион, и в средние века эти анатомические операции 100% делали. И во времена, собственно, того же самого Леонардо да Винчи, сам же Леонардо да Винчи вскрывал беременных женщин и смотрел, как они развиваются, на разных этапах, да, мертвых и беременных женщин вскрывал и смотрел, что там у них с этими самыми эмбрионами происходило. В принципе, задолго до возникновения теории эволюции этот факт существовал, так скажем. Он был. Ну и, наверное, да, ввиду того, что ни один интеллектуал в мире не догадался до какой-то теории эволюции, исходя из этого факта, означает, что доказательством оно является довольно хуевым. Да, то есть у нас есть посылка, из посылки остается сделать выводы, но выводы, блядь, никто не сделал, потому что этой посылки, ну, просто вообще недостаточно. Это настолько хуевая посылка, насколько только можно себе вообразить. Она сама по себе ничего не доказывает.